Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тигилим. Мы с вами дошли до 114 псалма. Что написано в древних книгах? Первое, написано, что этот псалом, коротко так написано, молитва на удачу. Уже неплохо. Если тебе в каком-то вопросе что-то нужна удача, читай этот псалом. Написано, что в книге Шамуш Тигилим пишут, что для продажи, если ты хочешь продать дом, машину, квартиру, что еще там, то хорошо читать в объекте, который ты хочешь продать, надо сесть, прочитать этот Тигилим, и он помогает. Написано, что он очень помогает, 114 псалом, для удачи в дороге, для заработки в дороге, что связано с движением. Для этого нужно, вообще очень многие пишут, что даже читать это одно, а второе написать на клафе, на кусочке специально. Этот, кстати, пишется в данном случае в такой форме, первые буквы трех первых слов, пропуск, потом первые буквы следующих трех, опять пропуск и так далее. Вообще, почему все время говорят на клафе? Потому что мудрецы говорят, что если псалом на что-то влияет, например, на удачу, когда человек несколько раз его читает, это усиливается, это сгла. Но когда ты его носишь на себе, написанный на клафе, это как ты читаешь его бесконечное количество раз. Что еще у нас про этот псалом? Когда человек выезжает из города, чтобы ему ничего не мешало, из страны выезжает, таможня, пограничники, визы какие-то, что-то он боится, это ограничения какие-то. Написано читать это псалом, он очень помогает. Я думаю, что сейчас это очень тоже важно. Из этого псалма мудрецы, из слов, которые превращающие скалу в источники, вот мудрецы связывают и выводят отсюда, что когда человек в молитве удостаивается по-настоящему пролить слезы, его молитва принимается Владыкой Вселенной, и она работает. Последнее, что было написано об этом псалме, в самых старых дниах написано, что это псалом для удачи и успеха в переговорах. Ну вот, пожалуй, все. Браха ва Цлаха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok